И пусть под вечер тучи за окном сгустились, пролел дождь, а солнечное тепло от нас все дальше, мы продолжаем согревать вас новостями города. Сегодня поговорим об инициативных жителях в первом блоке выпуска, а после рекламы расскажем о культурных и образовательных новостях. В студии работает Евгений Казанцев. Мы начинаем. 105 лет со дня рождения известного на всю страну академика Евгения Багнера. Далее расскажем о самых значимых достижениях медика. 10 потенциальных территорий для благоустройства. В Березняках стартовал конкурс «Как изменить городское пространство». На втором пруду жители заметили людей в военной форме. Что искали, расскажем в ближайшие полчаса. Начну выпуск с новости для автомобилистов. Сегодня и до окончания работ будет ограничено движение в микрорайоне Любимов. Изменится и путь следования одного из городских маршрутов. С 25 сентября будет закрыто движение транспорта по Строгановскому бульвару на участке дороги от улицы Строителей до улицы Ивана Дощеникова. Движение ограничено для всех видов транспорта без исключений. Сейчас на экране вы видите путь следования 47 автобуса. Планируется, что дорогу откроют по окончанию работ 5 ноября. Заслуженный врач, доктор медицинских наук и почетный гражданин города Березняки, академик Евгений Антонович Вагнер занимался научной работой в области таракальной хирургии и стал одним из основоположников учения о травме груди, а также внес огромный вклад в медицину Березняков. Евгений Антонович не только почетный гражданин города Березняки, почетный гражданин города Перми, почетный гражданин Пермского края. И, наверное, это те заслуги, когда мы, та оценка, которую мы даем выдающимся людям, которые окружают нас с вами, которые работают здесь. Поэтому еще раз всех с днем рождения великого врача, который жил, творил, работал здесь у нас в городе Березняки. В этот день слова любви и восхищения, уважения и благодарности звучали особенно тепло. В честь знаменательного события состоялась церемония возложения цветов к памятнику у великого врача-хирурга у 1-й городской больницы, гордо носящей имя Евгения Антоновича Вагнера. Символичным стало и вручение в этот знаменательный день студенческих билетов ребятам медицинского колледжа. Первого курса группы номер 1 специальности «Сестринское дело». Еще юные, но уже отважные внутри девочки выбрали для себя путь по спасению жизни людей. После вручения почтили память Евгения Антоновича Вагнера не только сотрудники и учащиеся, но и все неравнодушные. После возложения цветов к памятнику всех пригласили в треугольный сквер на открытие выставки «Мое дело – это моя жизнь». В основе экспозиции, фотографии и документальной материала из фондов Березняковского историка художественного музея. Там же были и факты из биографии Евгения Вагнера, которые рассказывают о его деятельности в качестве хирурга и главного врача 2-й областной больницы Березняков в 1956-1965 годах. На выставке отражены взгляды Евгения Антоновича на профессию врача и его предназначения. Евгений Антонович Вагнер разработал методики, которые до сих пор, часть из них, применяются в современной медицине. И в том числе и в нашей больнице, и по всей России он был достаточно крупным ученым. И сейчас больница старается поддерживать даже научно-исследовательские работы. Жизненный путь Евгения Антоновича Вагнера нельзя назвать простым, но он всегда руководствовался правилом. Сила врача в его сердце в любви к человеку. Его вклад в развитие Березняковской медицины невозможно переоценить. Направляя молодое поколение будущих медиков, он говорил, врачебный долг должен стать долгом сердца, совести, всей жизни, как бы она ни сложилась. Карин Волошина, Данил Буторин, Новости Вертникамья. Центробанк планирует представить новый внешний вид купюр, а также объект из нашего города, попал в список лучших достижений России. Подробнее в нашей постоянной рубрике «Новости коротко». В октябре этого года Центробанк планирует представить миру обновленную купюру номиналом 1000 и 5000 рублей. Первая будет посвящена Приволжскому федеральному округу, а вторая – пятитысячная – Уральскому. Экспертная группа рассмотрела более 30 объектов для почетной миссии – быть на купюре. Окончательный вариант узнаем на презентации. Также специалисты добавляют, обновленные банкноты будут иметь больше защитных элементов, нежели «Новая сотня». Также добавили новые купюры, сохраняя свою цветовую палитру. Глава города Алексей Козаченко в социальных сетях сообщил, что Усоли Строгановская в числе лучших достижений России. Обновленный архитектурный комплекс стоит в одном ряду с такими значимыми событиями. Уникальные операции на сердце в нашем крае, Пермский балет, Дягилевский фестиваль и другие. К слову, пока что по краю лидирует именно Усоли Строгановская. А если и вы хотите поддержать наш объект, заходите на сайт достижения.рф, выбирайте Пермский край и отдавайте свой голос. Еще одно голосование. На этот раз в Березняках недавно стартовал очередной сезон проекта инициативного бюджетирования. Проекты будут реализованы в 2024 году. Напомню механизм программы. Жители территории принимают непосредственное участие в создании и реализации проекта, который решит проблему местного значения. В инициативном бюджетировании 90% расходов берет на себя край и по 5% из местного бюджета и самой инициативной группы. В Березняках в этот раз на выбор с жителем представлено 10 проектов. Подробнее об одном из них вы узнаете чуть позже. Новости корток подготовила Екатерина Зибзеева. Продолжу выпуск. Пространство для молодежи. Спортивная площадка. Тропа здоровья в Южном. Эти и другие проекты представлены на голосовании в официальном сообществе Березняков ВКонтакте. Подробнее о конкурсе расскажем далее. Ножка здесь будет поднята, потому что вода оттуда стекает. Яна Галых, председатель территориального отдела Пыскара, знакомит нас с проектом, который проходит по программе инициативного бюджетирования для реализации в 2024 году. На этот раз жители села решили, что Пыскару нужен крытый остановочный комплекс. Разработан проект. Село востребовано у туристов. Атмосфера создана за счет архитектурных решений. Все выглядит в историческом стиле. Поэтому и новый проект не будет выбиваться из общей тематики. Никаких современных остановок. Планируются у нас какие работы. Здесь у нас идет сам остановочный комплекс, установка скамейки кованой, установка столба освещения, тоже все в этом же стиле. Обязательно установка урны. Мы всегда за благоустройство и за чистоту. Общая стоимость проекта нулевой километр Строгановых чуть больше 538 тысяч. Пыскар уже несколько раз побеждал в проектах инициативного бюджетирования. Например, в этом году отреставрировали памятник Анике Строганову, а в прошлом появилась новая детская площадка. Благоустройство и преображение своей малой Родины – это все благодаря неравнодушным людям, которые участвуют в различных программах. К слову, в этом году на голосование вышли 10 инициатив. Основные изменения. Минимальная стоимость проекта увеличилась до 350 тысяч рублей. Добавилась инициативная группа. Это молодежная инициативная группа. Не менее 10 человек, в которой каждый должен быть возрастом от 16 до 35 лет. Также изменились и основные критерии оценки. Добавились дополнительные критерии на уровне города, которые будут применяться при одинаковом количестве баллов. Сейчас голосование ВКонтакте в официальном сообществе Березняков является одним из них. Там каждый житель может проголосовать за понравившийся проект. Инициативы разные – от тропы здоровья в Южном до площадки для игры в пинтбол. Выбор за вами. Екатерина Зибзеева, Евгений Казанцев, Степан Некрасов. Новости Верхнекамья. Сегодня в школе номер 8 открылась необычная выставка, с помощью которой можно погрузиться в жизнь знаменитостей нашего города, прогуляться по достопримечательностям или окунуться во времена Второй мировой войны. С экспозицией ознакомилась и наша съемочная группа. При поддержке президентского фонда культурных инициатив. Лица нашего города теперь в восьмой школе. Получить уникальные знания буквально из первых уст можно просто наведя камеру смартфона. Выставка входит в цикл городской интерактивной галереи культурного наследия. Они помогут нашим школьникам все-таки узнать про наших исторических деятелей, например, как Ельцин, первый президент России, потому что он здесь учился. На выставке буквально за пару кликов ребята узнают о выдающихся деятелях. Советский и российский политик Борис Ельцин, лирический поэт и писатель Алексей Решетов и меценат Иван Любимов. Стоит только навести камеру телефона на фотографию и она оживет. На самом деле для меня это просто удивительные стенды, если их можно так назвать, потому что с каждым годом просветительство нашего города обо его истории развивается, а как человек, сдающий историю, для меня это очень приятный подарок, скажем так. Проект реализован, инициирован и организован частной школой Академии знаний 21 века. Инициатива является победителем президентского гранта фонда культурных инициатив. Интерактивная галерея даст возможность не только увидеть архивные материалы, но и с помощью технологий дополнительной реальности погрузиться в атмосферу истории. Городская интерактивная галерея культурного наследия – это целый цикл выставок, которые включают в себя такие тематики, как лица города, достопримечательности нашего города, история березняковских промышленных предприятий, а также березняки в годы Великой Отечественной войны, плюс еще две профориентационные выставки – это профориентация «Уралкали» и профориентация «Уралхим». Экспозиция передвижная, как отмечают специалисты, будет представлена в каждой школе. Затем, когда учебный год закончится, выставку планируют передать в историко-художественный музей имени Коновалова, чтобы каждый житель нашего города смог ознакомиться с экспозицией и проникнуться историей города Березняки. Екатерина Зибзеева, Виктория Пеннер, Даниил Буторин, Новости Верхнекамья. В эти выходные жители СНТ заметили на территории второго пруда лагерь с палатками. Со слов дачников, там были замечены люди в военной форме. Что же произошло, уже знает наша съемочная группа. Воспитанники поискового отряда тщательно сканируют металлоискателям землю, чтобы найти мины на территории второго пруда. Там в минувшие выходные развернулись палатки и сама школа поисковика, где для ребят подготовили различные препятствия. Участвует более 50 поисковиков из разных городов. Чердень, Целикамск, Перем, Нытва, Чайковский и Березники. Все это то, что показывает свою сноровку и, конечно же, навыки свои. Что они узнали, как они могут это все проявить. И понимать, что такое быть поисковиком, возможно, в полевых условиях. Проживание в палатках, то есть вот это все говорит о том, как это приближенно к нашим полевым экспедициям. Поисковики проходили семь станций. Самая важная станция – передовая, где участникам нужно проползти ползком, не бросая своих раненых товарищей. После отправляются в Митсенбад. Там они отвечают на вопросы, за каждый правильный ответ они становятся ближе к победе. Прохождение станции идет не только в поучительном, но и в игровом формате, что позволяет усваивать информацию максимально быстро. За все время сплоченность команды растет, эмоции у детей незабываемые. Мне все очень сильно понравилось. Станции были очень крутые. И сами выходные никогда не забудутся. Здесь получила еще больше опыта, особенно на занятиях, которые у нас, получается, проходили два дня. Вот эту теорию, которую нам преподавали, я сегодня на эстафете смогла применить на практике. Школа поисковика направлена на патриотическое воспитание, сохранение исторической памяти и пропаганде героического наследия страны. Это задача о государственной важности, влияющая на формирование полезной и безопасной социальной среды в обществе и на укрепление обороноспособности страны. Главная и основная задача – бережное отношение к памяти воинов. Чтобы каждый герой не был забыт и судьба его была известна родине. Карина Волошина, Данил Буторин, Новости Верхнекамья. В следующем году между Казанью и Соликамском запланировано открытие речного маршрута. Как отмечают в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан, там решили возродить пассажирские маршруты на Каме. А в Александровске для местных старшеклассников создали проект по подготовке к поступлению в медицинский. Обо всем подробно расскажет Екатерина Зибзеева в рубрике «Верхнекамья» сегодня. Привет, Верхнекамья! Скоростной маршрут «Метеор» в следующем году может быть запущен из Казани до Перми и до Соликамска. Новые скоростные суда «Метеор-2020» начал массово выпускать один из заводов в Татарстане. Рейсы предназначены для перевозок до 120 пассажиров, оборудованы удобными креслами, доступом к мультимедийному контенту, с помощью Wi-Fi багажным отделением, закрытыми полками для ручной клади. Скорость на тихой воде составляет 77 км в час, а продолжительность рейса – 13 часов. Следующая новость из Александровска. Благодаря инициативной группе местные школьники начали углубленно изучать химию и биологию, чтобы в дальнейшем успешно сдать экзамены и поступить в Пермский государственный медицинский университет. Как сообщили в Минздраве, при Камье сейчас в Александровской больнице не хватает как узких специалистов, так и участковых терапевтов. Проект для старшеклассников позволит подготовить ребят для того, чтобы они успешно сдали экзамены, прошли обучение в ВУЗе и начали работать по выбранной ими специальности на малой родине. На фабрике по производству смыслов открылась новая выставка «Речь», конечно же, о Соликамске. Теперь на фабрике представлены работы художниц серебряного возраста, который занимается в студии «Аля Прима». Напомним, фабрика по производству смыслов – призер грантового конкурса «Росмолодежи» в рамках заезда «Город.Роста» арт-кластера «Таврида». Успевайте посетить новое арт-пространство и вы. Рубрику верхниками сегодня подготовили Екатерина Зебзеева и Степан Некрасов. В минувшие выходные «Березники-Аренаспорт» стала точкой притяжения для жителей со всего Пермского края. Команды боролись за звание чемпиона. Все подробности матча расскажем прямо сейчас. Пермцы Пермского края по хоккею. Свыше сотни юных спортсменов со всего Пермского края. Губаха, Соликамск, Пермь, поселок Павловский и Березники. Новый спортивный сезон и первый турнир наших березниковских ребят проходит на домашней арене. Сейчас на льду «Березниковский барс» и «Пермская легенда». Соперники из краевой столицы забивают шайбу первыми. Мы очень любим «Березники» и будем здесь проводить максимально, что возможно. Как идет подготовка к сезону? Подготовка идет своим чередом. Ребята все бойцы, все хотят вперед, все хотят показать себя. Все чувствуют себя овечкиными, малкиными на льду. И все смотрят и хотят туда, в КХЛ, ВХЛ, НХЛ. Как отмечают спортсмены, главная задача турнира – присмотреться к соперникам. Ожесточенная борьба идет с севером верстниками. Команда из Соликамска. Впереди игра со спортсменами из краевой столицы. Это первый турнир на нашей земле. Из «Березников» такого крупного масштаба. И поэтому ребята все заряжены на борьбу, заряжены на результат. И показать хорошую, отличную игру. В хоккей играют настоящие мужчины. У наших березниковских ребят путь только начинается. В рамках первого турнира «Барс» забили в общей сложности 10 шайб. И оставили позади команду «Прометей» из поселка Павловский. Из этого турнира, как отмечают ребята, они вынесли самое ценное. Это опыт. Карина Волошина, Виктория Пеннер, Танил Буторин. Новости Вертникамья. В Прикамье расширили перечень приоритетных направлений туризма. Теперь горнолыжный, экологический и круизный туризм смогут выигрывать гранты в краевых конкурсах. Мы же вышли на улицы города и узнали, какие территории региона любят посещать березниковцы. Каменный год. Наши природы уральские. На Каме. Есть Белогородский монастырь какой-то, да, вот там красивое место. Я бы два хотел бы съездить отдохнуть. Ну, можно съездить, черта не еще. Как она? За перьемью-то? Ускачка. Теперь игра «Поминенный камень». Каменный город. Редикар. Ну, если куда съездить-то. Ну, я бы на горнолыжный курорт съездил бы. В Губаху. Потому что я как бы по лыжам нормально катаюсь, а на сноуборде еще не пробовал. В Ветлан можно было бы сходить, где-то съездить. Каменный город или Устькачка. Наш край богат на живописные и приятные для отдыха места. Но помните, чтобы хорошо отдохнуть, нужно не менее плодотворно поработать. Это у нас еще целая неделя. Плюс отдых – это про впечатление. Бывает, что и атмосферная беседа за чашечкой кофе запомнится больше, чем отпуск. Главное с кем. А я же с вами прощаюсь. В студии работал Евгений Казанцев. До свидания. Спонсор погоды – компания «Лига». Изготовление печатей и штампов. Город Березняки, улица Ленина, 47, офис 243. Во вторник, 26 сентября, синоптики прогнозируют нам солнечную погоду. Температура ночью – плюс 10, днем – плюс 14 градусов. В Соликамске – солнечно и плюс 15. В Александровске – малооблачно – 13 градусов. В Угубахе – солнечно и плюс 14. И в Кизеле – малооблачно – 13 градусов со знаком «плюс». 26 сентября – ветер северо-западный с порывами до 7 метров в секунду. Атмосферное давление – 754 миллиметра ртутного столба. Геммагнитное поле – слабо возмущенное. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»